Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени». Я Константин Симонов. Здравствуйте. В воскресенье православные верующие отметят праздник Крещения Господне. Сегодня специальные службы оценили безопасность мест, где будут проходить купания. В этом году они традиционно оборудованы в городе и районе. Подробнее в материале Елены Маковой. На Главной Иордане, она традиционно будет на Иртыше недалеко от ледовой переправы, идут последние приготовления. Места для купелей подготовлены. Водой их заполнят в день Крещения 19 января. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам замерили лед на площадке. Несмотря на мягкую зиму, его толщина 70 сантиметров. Эта толщина льда определяет количество людей, которые могут одновременно находиться на поверхности льда. То есть мы стопроцентно гарантируем, что 30 человек одновременно могут спокойно находиться здесь. И поэтому будут такие же рекомендации по пропускному режиму будут даны сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому столпотворений быть не должно, а подождать своей очереди и скупаться придется. В прошлом году за два крещенских дня на Тобольской Иордане побывало около 8 тысяч табаляков и гостей духовной столицы Сибири. Чтобы избежать большого скопления людей, будет два места, где горожане смогут набрать освещенную воду. Для купания предусмотрены четыре купели. Для удобства традиционно есть раздевалки. Их также проверили на безопасность. Кроме электрического освещения, никаких нагревательных приборов в данных раздевалках не будет. То есть безопасность у нас пожарная соблюдена. Кроме этого, в раздевалках будет еще находиться сено. Никаких других источников нагрева в данных раздевалках не будет присутствовать. Еще в этом году традиционно две купели оборудованы в микрорайоне Сумкино и одна в Абалаге. Их специалисты инспекции по маломерным судам также проверили на безопасность и дали добро на проведение празднования крещения. Но не стоит забывать о безопасности собственного организма. Медики советуют тщательно подготовиться к купанию, особенно тем, кто это делает впервые. И не забывать о противопоказаниях. Нельзя совсем голодным проходить, например, это мероприятие. То есть до этого надо часа за два, за четыре все равно покушать. Нельзя употреблять алкоголь. Как до, так и после. То есть спиртные напитки с этим никак не сочетаются. И обязательно с собой взять, конечно, сухую одежду и горячий какой-то напиток, чай, например, горячий, чтобы после этого можно было сразу что-то горячее выпить, согреться. Но для верующих все начнется раньше. Утром 19 января праздничное богослужение в Софийско-Успенском соборе. От него в 11.30 начнется крестный ход на главную Иордань. В полдень пройдет великое освящение воды. А в храмах города водосвятные молебды пройдут уже в эту субботу, 18 января. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. А для удобства всех желающих окунуться в крещенскую купель на реке Иртыш 19 января вводятся дополнительные рейсы по маршруту номер 12. Седьмой микрорайон, правый берег. На общественном транспорте горожане смогут добираться к Иордане до позднего вечера. Подробную информацию и расписание можно узнать в официальных источниках Тобольского ПТП в сети интернет. К другим темам. Последняя декада месяца самая напряженная для ресурсоснабжающих организаций. Потребители начали массово передавать показания приборов учета. В компании «Газпром Энергазбет Тюмень» даже составили своеобразный горячий календарь. На нем видно, в какие дни особенно загружены операторы, принимающие показания по телефону. С 15 по 25 число каждого месяца им приходится обрабатывать до 6000 звонков в день. А вот с 1 по 15 линия колл-центра не слишком загружена. Тогда как передавать показания можно, начиная с 1 числа каждого месяца. И не только по телефону. Личный кабинет на сайте, группа в соцсети ВКонтакте, чат в Вайбере, СМС-сообщения. Даже в пиковые дни данные принимаются без проблем. На передачу показаний остается меньше недели, поэтому специалисты рекомендуют активнее пользоваться электронными способами передачи информации. На 13 улицах подгорной части Тобольска в этом году запланировано строительство водопровода и водоразборных колонок. Появятся они и в микрорайоне Иртышский по улицам Тюменская, Пролетарская, Новая и Кооперативная. Также в 2020 году будет построена магистральная сеть через Иртыш на Левобережье. Благодаря этому будет обеспечено бесперебойное водоснабжение жителей отдаленной территории и улучшено качество воды. После того, как магистральные сети будут построены, жители частного сектора смогут подвести воду прямо в дом. Для этого необходимо получить технические условия от Тобольского филиала компании «Суэнка». В прошлом году к магистральному водоснабжению были подключены 10 улиц и переулка в подгорной части и 2 улицы в микрорайоне Иртышский. В Тобольске с успехом реализован проект «Современное развитие для всех». Это обучение людей с ограниченными возможностями, ориентированное на получение ими востребованных специальностей. Инициативу поддержала компания «Сибур» в рамках программы «Формула хороших дел». С подробностями Анастасия Плеснина. Новые технологии стирают грани между обычными людьми и людьми особенными. Более 150 учеников проекта «Современное развитие для всех» получили новые знания и навыки в сфере компьютерной грамотности. Знакомство с функционалом программы 1С, основы фотосъемки и обработки фотографий, скетч-программирование. Участники проекта даже сами создали сайт Тобольского общества инвалидов. «Я очень хочу стать программистом и фотошоп я могу делать обработки всякие, то есть совмещать все это. И еще я также могу с помощью фотошопа делать всякие на диске видео специальные». «Они привыкали ко мне, я привыкала к ним. И когда я спрашивала у них, чем бы они хотели заниматься, на данный вопрос я не получала конкретного ответа. Когда же уже был финал практически и у нас было итоговое мероприятие, и многие уже, не 100%, но многие связывают свою дальнейшую жизнь уже с IT-направлением. И это, безусловно, очень радует». «Это обучение не только ради развития в сфере компьютерных технологий, но и возможность получить профессию. Теперь цель организаторов – вывести своих учеников в реальный сектор экономики. На следующем этапе преподаватели будут курировать их настоящие коммерческие проекты». «Ну вот, скажем, Андрей Хитрых, мы уже предложили ему работать с нами. То есть мы сейчас пробуем вместе с ним взять его на поддержку наших проектов. Конечно, это не быстро, получается, человека нужно еще доучить, то есть он что-то доучит, что-то еще изучит, какие-то новые моменты. Но в любом случае мы видим потенциал людей, что с ними можно работать, и они могут зарабатывать». «Особенные люди», как подмечают организаторы проекта, довольно способные и перспективные в направлении современных технологий. И с большим энтузиазмом черпают новые знания. «Особенности здоровья при этом отходят на второй план». «Люди с особенностями развития могли бы работать. Причем работать не просто отдельно, а вместе со всеми, то есть с другими людьми. Работает группа разработчиков программного обеспечения, и рядом с ними, вместе с ними работают люди с особенностями развития. Почему нет? Это круто. В Европе и во всех развитых странах это нормально, это развито». Иван Бакаидов, 20-летний программист ДЦП из Санкт-Петербурга, разработал три компьютерных программы, которые, используя синтезатор речи, помогают общаться тем, кто не может говорить и испытывает сложности с моторикой. И написал бот для соцсети ВКонтакте, который распознает голосовые сообщения. «Я человек, который решил общаться с миром с помощью синтезатора речи. Из-за того, что в русскоязычном мире не было удобных оболочек для синтезатора, я их сам написал». Так что пример большого будущего у ребят с особенностями развития есть. А такие проекты позволяют разглядеть свои реальные безграничные возможности. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Деловой партнер программы – сеть семейных игровых центров «Страна чудес». Поможет организовать любой детский праздник. День рождения, утренник, выпускной для детского сада или начальной школы. Для малышей – игровые программы, клоуны, сказочные герои. «Страна чудес» – это чудесный отдых и яркие впечатления. Незабываемые выходные в стране чудес. Лабиринты, батуты, бассейны с шариками, море игрушек и ярких впечатлений. Организация дней рождения и детских праздников. Мы находимся в ЦРЦ «Жемчужина Сибири» и ТРК «Рио» второй этаж. О спортивных планах на выходные расскажем прямо сейчас. Рубрика подготовлена совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту. Очередные игры чемпионата города по мини-футболу пройдут в спортивном комплексе «Тобол». Во дворце спорта «Кристалл» состоятся очередные игры первенства Уральского федерального округа по хоккею среди юношей 2004 и 2006 года рождения. Спортивный комплекс «Центральный» приглашает болеть за наших. В субботу продолжится баскетбольный поединок между «Нефтехимиком» и «Ставропольским» «Динамо» на играх чемпионата России Суперлиги 2-го дивизиона. На этой же площадке пройдут игры чемпионата города по баскетболу. В спортивном комплексе «РТШ» в рамках чемпионата города по волейболу состоятся соревнования среди мужских и женских команд. На играх чемпионата Тюменской области по хоккею среди мужских любительских команд «Ангел Сибири» встретится с «Елутеровским атлантом». Далее о погоде. А спонсор «Цирк дополненной реальности». Не пропустите шоу необычного формата. Современные цирковые спектакли Санкт-Петербурга в нашем городе только 21 января. 21 января. Санкт-Петербургский цирк дополненной реальности. Город Тобольск. Дворец культуры «Синтез». Современный цирковой спектакль с дрессированными животными. Виртуальным ведущим в сопровождении лазерного шоу последнего поколения. Акция «2 плюс 1». Купи два билета на ВИП-местах и получи третий в подарок. «Цирк дополненной реальности». Такого вам даже не снилось. «Ной плюс». Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». В выходные в Тобольске ожидается погода переменчивая. В субботу 8-14 ниже нуля. Облачно и временами небольшой снег. В воскресенье без осадков. Чаще ясно. На термометре днем 10-15, ночью около 20 мороза. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова